Пятнашки. Кажется, так раньше называлась детская игра, основным правилом которой было вовремя и громко крикнуть «Чурния». В похожую игру были вовлечены представители Госадомтехнадзора, полиции и лесной охраны в ходе проверки несанкционной свалки в районе Софрина-1. Далее в игру включился человек, который, видимо, имел отношение к технике и выдвинул свою версию. Может быть, остатки мусора на ковше есть? Мы стоим сейчас на свалке мусора. Вы же понимаете, что экскаватор по определению не может возить мусор. Так, мы сейчас будем уставать. А вот бульдозеры ваши? Нет, бульдозеры это не могут. Забирайте его, пожалуйста. Вот здесь следы от бульдозера я вижу. Следы от своего экскаватора я не вижу. А мы вам можем показать следы от вашей техники? Возможно, эта техника не имела отношения к свалке, но мастерское владение приемами ведения дискуссии вызывало у собравшихся явное восхищение. Мы сейчас проводим проверку. Понимаете? Хорошо, остановимся. Что за территорией? Она в этот момент не стояла, она ездила, что-то делала. Когда мы подошли, у нас видео зафиксировано. Я не исключаю, что экскаватор стоял заведенный, но чтобы он работал, экскаватор? Нет, он ездил. Он перемещался с одной территории, на другую территорию. Я согласен в этом протоколе подписать, перемещался экскаватор. А с той территории, откуда он выезжал, вырыто траншея. Предложение прекратить дискуссию поступило от начальника отдела Госадомтехнадзора Андрея Царева. Давайте так, мы сейчас не будем больше здесь на месте выяснять. Вы сейчас проедете в отдел полиции. Дайте, пожалуйста, объяснение, все подробные. А дальше мы тогда уже определимся. Так, ваш работник тоже сейчас со мной поедет? Нет, он поедет со мной. А почему? Вы можете объяснить, нет? Проводится проверка с этим. Я сейчас доставлю в отдел полиции для разбирателя, что он делал на этой технике. Пришло время обобщить полученную информацию. Сейчас мы находимся на территории, предположительно, Гослисфонда, где образована несанкционированная свалка мусора. Сегодня мы здесь выявили спецтехнику в виде бульдозеров и экскаваторов, которая проводила здесь работы. По результатам данного мероприятия будут проведены проверочные мероприятия. Будет устанавливаться собственник, либо пользователь данного земельного участка, а также лица, которые проводили здесь, скажем так, эти несанкционированные работы. Андрей Царев уточнил, что конкретных виновников свалки на месте определить не удалось. И на самом деле это сложная процедура. Но что интересно, даже представители Софринской администрации не смогли с уверенностью сказать, чья это земля и есть ли у нее собственник. У нас на даче сосед на 30 сантиметров грядку перекопал на чужой участок. Так хозяин такой шум поднял. А тут больше гектара подмосковной земли, которая на вес золота под свалку пустили. Непонятно, то ли земли много, то ли порядка мало.